На днях на стадионе «Локомотив» прошла осенняя спартакиада среди первокурсников Дмитровского техникума. В этом году среди ребят, пришедших учиться в одно из старейших учебных заведений нашего города, были и студенты новых направлений. Пожарная безопасность, мастер строительных, отделочных и декоративных работ, оператор швейного оборудования. Что тяжело дается? Ну, пока что все дается легко. Погода хорошая, солнце светит. Что нравится и какие виды тяжело дается? Ну, все дается довольно легко, потому что не холодная, погода хорошая и ничего сложного особо нет. Элементарные задания. Твоё? Я стою на этапе, я живу как инструктор по скаталкам. Ну, как ощущения от первого курса? Неплохо, все стараются, пытаются сделать хороший результат. Спортивные соревнования – это одно из эффективных средств организации массовой оздоровительной работы среди студентов. Так справедливо считают в Дмитровском техникуме. Именно поэтому данное образовательное учреждение совместно с военно-спортивным объединением «Юный разведчик» стало организатором первых в муниципалитете оборонно-спортивных соревнований среди студентов Дмитровского городского округа. Здесь студентов, сейчас Дмитровского техникума, порядка 300 человек. Где-то ориентировочно 12 групп. Ребята соревнуются в различных эстафетах, различные этапы для прохождения как и командных зачетов, так и личных. Вот с личных зачетов мы будем отбирать ребят для организации и сбора команды для обороны спортивных соревнований, которые будут проходить в Дмитровском городском округе среди студентов и учебных заведений Дмитровского района. На стадионе «Локомотив» ребята соревновались по разным этапам. Бег и эстафета, метание мяча, прыжки в длину и на скакалке, отжимания и подтягивания. И инструкторы Дмитровского военно-спортивного объединения «Юный разведчик» помогли администрации техникума провести эту спартакиаду достойно. У нас сегодня оборонно-спортивные соревнования, открылась декада, студенческая декада оборонно-спортивных соревнований, которые именно выявляют более способных, более талантливых студентов из числа всего количества студентов. Ну и самое главное, что студенты проявляют себя в ловкости, в смекалке, в выносливости и самое главное в дружбе, потому что все должны помочь друг другу и вся команда должна дойти до победного конца. Кстати, совсем недавно в Доме правительства Московской области прошел форум педагогов в Подмосковье. В рамках форума состоялось награждение ведущих работников образования региона. И директору Дмитровского техникума Ирине Александровской за заслуги в педагогической деятельности было присвоено почетное звание «Заслуженный работник образования Московской области», с чем мы и поздравляем Ирину Леонидовну и желаем ей дальнейших успехов. Субтитры создавал DimaTorzok